Меньше суток остается до прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Тысячи вопросов идут со всей страны. Специалисты колл-центра с воскресенья обрабатывают поступающую информацию. В прошлом году диалог главы государства с населением продлился без малого 4 часа. На Ставрополье трансляцию посмотрели сотни тысяч человек. С какими настроениями жители региона готовятся к этой прямой линии в сюжете Киры Рогожиной. Экономическая ситуация в стране, проблемы ЖКХ и медицины, зарплаты и пенсии. И, судя по всему, именно эти темы станут во время прямой линии с президентом самыми популярными. По данным Левада-центра, почти половину обратившихся, 49%, в первую очередь волнует уровень собственных доходов. 7 апреля в Москве работает колл-центр, куда стекаются тысячи вопросов от жителей страны. Как показывает практика, проблемы схожи и у северян, и у южан. Мы узнали у жителей краевого центра, чтобы они хотели спросить у президента. Когда лекарства подешевеют. Какой бы вы вопрос задали президенту? Какой бы вопрос президенту? Мне бы очень хотелось, чтобы он обратил внимание на минимальную зарплату, хотя бы ради того, чтобы понять, какие алименты получают наши мамочки. Ой, ну у меня двое детей. Я про школу, детский садик много мог что-то задать. По капремонтову задала, по коммунальным вопросам, по заработной плате в медицинских учреждениях. Так, если посидеть, подумать, как себя поставить. Ну вот это такие основные интересующие вопросы. Когда повысят стипендию? У вас маленькая стипендия? Не хватает. В этом году связаться с Владимиром Путиным можно будет не только по телефону или интернету, как в прошлые годы, но и с помощью новой опции «Видеозвонок». Есть возможность оставлять вопросы и в специальных группах в популярных соцсетях. Ими, кстати, активно пользуются и ставропольцы. Такие обращения отображаются на сайте задатьвопроспутину.ру. Судя по записям на этом портале, жители региона интересуют качество дорог, транспортная доступность, социальная сфера. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Обращаются к вам представители дивизиона 18+. Некоторые наши коллективы еще очень молоды, но уже столкнулись с неразрешимой проблемой, которую нам не получается решить без вашего вмешательства. Согласно регламенту турнира, а наша команда участвует в Ставропольском отделении ночной хоккейной лиги 18+, в заявку команды могут попасть не более пяти человек 1990-1997 года рождения. Существующие ограничения лишают возможности участия в нем большому количеству молодых парней от 18 до 24 лет, которые решили заняться нашим любимым видом спорта. Помогите, пожалуйста, решить этот вопрос. В прошлом году через интернет к президенту поступило больше 8,5 тысяч вопросов от Северокавказского федерального округа. Тогда лидировали те, что касались жилья и коммунально-бытового обслуживания. В 2015-м прямая линия собрала возле телеэкрана сотни тысяч жителей региона. Ответы президента были интересны всем, от самых маленьких до взрослых и пожилых. Эта прямая линия станет 14-й по счету. В прошлом году диалог президента с народом длился 3 часа 58 минут. В адрес Владимира Путина поступило более 3,5 миллионов вопросов. Ответить он успел на 55. Побьет ли эта трансляция рекорд, станет известно уже скоро. Отправить вопрос главе государства можно будет до конца эфира. Единый центр обработки сообщений будет работать до самого завершения трансляции. Кира Рогожина, Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение.